И почему ты еще не на стримах ХЛЕ Плей? Вот, погнали! Это видео кинули нам в самом начале Про какое-то непонятное японское убийство Или еще, короче, блядь Все как обычно, у японцев все очень странно Максимально загадочно Шо не убийство, то какая-то крипипаста Странный случай произошел в Японии В городе под названием Фукусима 28 февраля 1989 года, поздно вечером 23-летняя учительница заметила странный предмет, торчащий с дырки унитаза В те годы люди справляли свою нужду в так называемую чашу Генуя Это тип унитаза, расположенный в виде дырки в полу Одна труба была предназначена для поступления отходов, а другая для выведения Так Молодая женщина нагнулась, чтобы разглядеть этот странный предмет И обнаружила мужской ботинок Она вышла наружу, чтобы достать ботинок из ямы Но открыв крышку бака, женщина сделала страшное открытие Застрявшая человеческая нога торчала из трубы, предназначенной для выведения отходов А, ну так потом могли просто труп спрятать, блин, я что-то подумал, что это как-то по-другому Ну то есть если там открыли такой доступ к оборотам, то там кто-то убил и скинул туда труп Ну ок, это могли скинуть и в лес, и еще куда-то Ну ладно В ужасе девушка выбежала за помощью Один из коллег позвонил в полицию Никто ничего трогать не стал до приезда полицейских Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, оказались в недоумении, когда пытались вытащить торчащую ногу Как оказалось, внутри трубы находилось человеческое тело, застрявшее между стен Реально, мне кажется, он подглядывать пытался Ну, типа извращенец Бля, на самом деле, ебать какой стрем, вот так вот оказаться, да? Бля, вот прикиньте, нахуй так застрять где-то Ну просто, ну не то, что в говне, вот, это вообще в говне, блин Прикиньте, вот вы лежите, подглядываете за девками, за их писькой, блядь, и жопой А они вам в суд и срут на лицо, и вы такие Вы такие, такие Тело настолько сильно было погружено в узкую трубу, что оно попросту застряло там Непонятно было и то, каким образом оно там оказалось Чтобы вы понимали, тело было настолько грязным, что сразу его не удалось опознать После того, как... Ну, естественно, блядь, там срали, бля, всем домом Тело было вынуто Местный житель быстро опознал умершего, как 26-летнего нааюки Огино Нааюки считался пропавшим без вести вот уже 4 дня 24 февраля мужчина ушел из дома, сказав отцу, что ему нужно сделать кое-какие дела по работе Ну, по работе Короче, он снимал какую-нибудь порнуху, там, жопу, пезды и продавал ее в интернете Руководителем атомной электростанции в соседнем городе Молодого человека многие знали и описывали как многообещающую и уважаемую личность На него всегда можно было положиться Учительница, которая и обнаружила нааюки, тоже узнала его Она сказала, что была знакома с жертвой Незадолго до происшествия, женщина рассказывала, что до нее кто-то пытался домогаться по телефону И она обращалась за помощью к нааюке Мужчину он... А он и есть, кто домогался, блядь Детектив, расследующий собственное преступление, блядь, такой Ха-ха Она описала, как порядочного, честного и ответственного человека Вскрытие показало, что на теле не было характерных травм и повреждений Кроме небольших царапин Патологоанатомы пришли к выводу, что нааюки умер за два дня до того, как его нашли А то есть 26 февраля Смерть наступила от переохлаждения Дело можно было бы определить как несчастный случай Если бы не странные факты, которые последовали при расследовании Например, он держал, труп нашли С сжатым мобильным телефоном Камеры, направленные в сторону того, куда люди садятся жопами, чтобы срать и ссать Как я вам уже говорила ранее, септик имел форму буквы У И именно в нем находилось тело на аюке Странно, но размеры септика и формы были слишком малы, чтобы там мог поместиться человек Диаметр очистителя составлял 36 сантиметров Высота 107 сантиметров Плоская труба внизу, где и находилось тело, была высотой всего 47 сантиметров и длиной 125 сантиметров Положение тела, найденного в этой части трубы, сбивало людей с толку Мужчина лежал на спине, прижав скрещенные ноги к груди, как в позе эмбриона Рост на аюке составлял 170 сантиметров, а ширина плеч 40 сантиметров Для того, чтобы... Пиздец, блять Шкильник какой-то Залезть трубу диаметром 36 сантиметров, нужно было сильно постараться Да и для чего это нужно было делать? Действительно, блять И даже если получится залезть внутрь, то обратно выбраться самостоятельно не удастся Но самое странное, что заставило полицейских сильно попотеть Так это то, что на аюке был без рубашки и ботинок, хотя на улице стояла зима Сама рубашка была аккуратно сложена и прижата к груди мужчины Все указывало на то, что на аюке покончил с собой таким образом Но местонахождение... Блять, это очень странный способ сдохнуть Блять, это очень странный способ сдохнуть Ботинок говорила об обратном Один ботинок находился над головой мужчины Который и заметила учительница, когда обнаружила тело Однако второй был найден у реки в другой части города Расстояние от места обнаружения тела до реки было достаточно большим Полицейские также отметили, что ботинок, который находился над головой на аюке Скорее всего был выброшен в дырку со стороны унитаза А не через вход, в который забрался мужчина Машина на аюке была найдена на парковке неподалеку Ключ все еще был в замке зажигания, а дверь не заперта Все эти наблюдения говорили о том, что это было убийство Но как объяснить отсутствие каких-либо повреждений на теле, кроме царапин, которые, скорее всего, образовались, когда на аюке забирался в трубу Скрытие также показало, что смерть наступила от переохлаждения Анализ крови не выявил содержание алкоголя или наркотических веществ в организме Если на аюке сам покончил жизнь самоубийством, то зачем он выбрал такой жуткий способ свести счеты жизни? Вокруг смерти мужчины ходит множество слухов и неразгаданных теорий Самое популярное из них гласит, что незадолго до смерти на атомной электростанции произошла авария, в результате чего один сотрудник погиб И так как руководителем этого заведения являлся на аюке Огино, многие местные жители высказывали недовольство в адрес мужчины Возможно, кто-то из семьи погибшего сотрудника таким образом пытался отомстить на аюке К сожалению, никаких улик или свидетелей найдено не было Также полиция пришла к выводу, что кто-то посторонний никогда бы не смог поместить тело на аюке в столь узкую трубу Это было бы просто невозможно Поэтому полицейские установили, что мужчина погиб случайно На аюке сам залез в трубу для того, чтобы подглядывать за женщинами в туалете И он не продумал, что обратно выбраться не сможет Рубашку и ботинки молодой человек снял снаружи, чтобы легче было влезть в трубу А чтобы рубашка не испачкалась или не потерялась, он прижал ее к груди Возможно, на аюке не собирался долго там находиться, поэтому холод особо его не смутил Но даже если это и так, то согласитесь, он выбрал очень странный метод для осуществления своих грязных фантазий Не говоря уже о том, что залезая внутрь, на аюке скорее всего знал, что обратно не выберется А значит, он хотел покончить жизнь самоубийством Но это, блядь, да это, блядь, додуманная хуйня, мне кажется, так и происходит у этих ебанатов Которые, блядь, каких-то непонятные попущи с культом вагины Которым лишь бы, блядь, увидеть, лишь бы подрочить У них так все и происходит максимально тупо Как раз-таки ничего странного нет в том, что он залез, этот ебанат, блядь, и что-то там не рассчитал и так далее Говорить о том, что да нет, люди же умные, да нихуя Туалет полезет в узкую трубу с биологическими отходами, которые даже дышать было невозможно Ставлю сотку, что он реально хуй дрочил на это А если он полез для того, чтобы подглядывать за женщинами и умер случайно То это было бы глупо, так как туалет был плохо освещен И он бы все равно ничего не увидел Да и в самом отстойнике было темно И скорее всего, в этом туалете он уже был Чтобы продумать, как бы ему подглядеть так, чтобы его не заметили А значит, он знал, что освещение внутри было плохим А просто сейчас додумки жесткие Мужчина был не согласен с этим мнением Он и многие местные жители, которые знали на Аюке лично Говорили, что он был порядочным человеком И таких наклонностей у него никогда не наблюдалось Мне, кстати говоря, нравится, как люди понимают, кто порядочный, а кто нет Типа ты просто живешь и не убиваешь, там, блядь Да, вот, короче, мне нравится, как люди вот такие выводы делают Сколько убийц и маньяков, которые вели порядочный образ жизни У них были дети, семьи, они ходили на работу, ничего не пропускали И так далее, и так далее Так ранее, вроде было бы сказано, что один ботинок через другое отверстие выбросили, блядь Ну, хорошо, блядь, как-то выбросил, не ебу, блядь Даже бывшая девушка на Аюке отзывалась о нем положительно И никогда не замечала за ним такого рода извращения Местные жители собрали около 4000 подписей в петиции Чтобы полиция возобновила дело и провела расследование снова Но полиция отклонила запрос И дело остается загадочным и по сей день Менты везде одинаково работают Я решила с вами поделиться ею Потому что считаю, что это очень странное Амплитуда говна Бля, блогер мне вот это вообще не нравится Вот это вот Бля, дальше будет 3 минуты пи... Которую я натыкалась последние полгода Очень много вопросов она оставляет Например, мне непонятно, почему один ботинок находился в реке А второй был выкинут со стороны туалета Если на Аюке погиб случайно Почему машина мужчины была не заперта И ключи все еще находились в замке зажигания Да и если он хотел... Ну так может он хотел подглядеть и съебаться и все То зачем он залез в такое узкое пространство? Ведь на входе он понимал, что там очень узко А может он не знал, как расположена труба И надеялся вылезти с другой стороны Да-да-да У меня есть две теории Давай Но они противоположны друг другу И все равно оставляют вопросы Первая версия Самая очевидная, на мой взгляд На Аюке умер по случайному стечению обстоятельств Молодой человек действительно решил подглядеть за женщиной Так как он не знал высоту трубы Он, скорее всего, снял один ботинок И кинул его, чтобы проверить глубину трубы А потом и сам залез внутрь Скорее всего, он надеялся выбраться с другой стороны трубы Да вот только диаметр выхода То есть он... Блядь, подожди С другой стороны трубы Это то есть там, где сортир То есть... Блядь Был намного уже диаметра входа Всего 20 сантиметров Мужчина попрос уже страдает Он пытался выбраться Поэтому ботинок и торчал из унитаза Так он и умер А второй ботинок, найденный у реки Оказался там, потому что отходы все равно выводились через эту трубу Скорее всего, течение подхватило ботинок И унесло к реке, где его позже и нашли И вторая версия такая На Аюке покончил жизнь самоубийством Мы можем спокойно откидывать мнение его отца о том, что он был порядочным человеком Так как обычно все... Чел такой, ну пойду лежать в сортире, пока не замерзла, блядь Порядочный человек оказывается либо маньяком, либо извращенцем Ну мы все порядочные люди такие Ну или серийником Мужчина знал, что не выберется обратно И чтобы легче было залезть в трубу Он снял рубашку и взял ее с собой И так, когда он залазил Создавалось трение между стенкой трубы и его кожей Так он и оказался внутри Так как рост на Аюке составлял 170 сантиметров А длина трубы 125 сантиметров Пришлось поджимать ноги Возможно, ему действительно нравилось подглядывать за женщинами Ну и скорее... Ты какаешь? Тогда я иду к тебе Бля, не самая... Не самая лучшая фотка, короче Когда он подавал То есть он находился в этих отходах То для него, видимо, это был самый приятный способ ухода из жизни А ботинок, который оказался у реки Скорее всего, переместился с отходами Которые все же выводились через эту трубу Ключи от машины он брать не стал Так как знал, что они могут испачкаться И поэтому оставил их именно в замке зажигания Чтобы не пришлось скрывать дверь Или портить автомобиль Ну и мы знаем, что он умер через два дня С момента, как его видели живым А значит, 24 февраля Он сам залез в трубу И два дня спустя замерз насмерть Скорее всего, он мог бы позвать на помощь кого-нибудь Его обязательно бы услышали Но он этого делать не стал Два дня дрочил, блядь Почему нет третьей теории, что он умер от передрочки? Скидываю вариант убийства Потому что смерть наступила от переохлаждения И никаких трав на теле не было А как думаете вы? Да мы никак не думаем Чел просто дрочил Неудачно вздернул, так сказать Не подрассчитал свои силенки Редактор субтитров А.Семкин